Книги о цифровате, читальные залы оборудовать по последнему слову техники. Ульянским библиотекам необходимо дать новую жизнь, сохранив при этом ценные научные и литературные труды. Губернатор Сергей Морозов провел встречу с библиотекарями, глава региона обозначил приоритетную задачу. Сегодня идет такая вот, может быть неправильное слово, борьба за читателя, за человека, чтобы он приходил в библиотеку для того, чтобы потом он уже оттуда не мог выйти, в хорошем смысле слова. Значит, чтобы он там влюбился в библиотеку, чтобы он там влюбился в книгу, чтобы он влюбился в ту атмосферу, которая там существует, чтобы ему хотелось туда прийти, чтобы он туда приходил, как в одной из самых любимых организаций. Чем привлечь современного читателя? Навести уют, пополнить книжный фонд и добавить современных технологий. В этом году пять библиотек Ульянской области вошли в число победителей федерального конкурса. На возрождение местной библиосферы поступит 30 миллионов рублей. Деньги будут вложены в ремонт и покупку цифровой техники. Центральная городская библиотека имени Гончарова, она получит 10 миллионов на модернизацию. И две детские библиотеки, одна в городе Сенгелеев, вторая библиотека в городе Димитровграде, они получат по 5 миллионов. В области создаются модельные библиотеки, то есть образцово-показательные. Сенгелеевский район стал одним из первопроходцев. Почитать с комфортом теперь можно в Красном Гуляе и в Силикатном. Это библиотеки, оснащенные оборудованием, новыми книгами. Это пространства удобные, мобильные, которые позволяют обслуживать различные категории, включая маломобильные группы населения, детей различного возраста, взрослых, молодежь. В этом году Ульяновская область будет участвовать в конкурсе названия мировой книжной столицы. А это значит, что библиотечная среда должна быть на высоком уровне. Ее развитие входит в список задач нацпроекта «Культура». Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новости Уллправды ТВ. Новости Уллправды ТВ.